Меня зовут Юлия, я практикую и занимаюсь дживамукти-йогой. Также изучаю джиотиш — это физическая астрология, нумерология. Люблю играть на ханге и также на физгармонике. Основа всей йоги — это хатха-йога. Дживамукти-йога состоит из двух слов — джива и мукти. Джива — это индивидуальная душа, мукти — освобождение. То есть это душа, которая получает освобождение при жизни. Если в обычной йоге человек стремится делать практику, чтобы освободиться к концу жизни, то есть грамотно подойти к смерти, то джива мукти учит жить здесь и сейчас, в моменте, и все события, которые происходят, то есть проживать их, получая некий духовный опыт. То есть не избегать их, а действительно сталкиваться лицом к лицу. Джива мукти зародилась в Америке в начале 70-х годов. Мои учителя Шерон Геннон и Дэвид Лайф познакомились в Нью-Йорке. Было модно такое течение хиппи. Как раз в 70-е годы была либо аштанга-йога, либо хатха-йога, отдельные медитации, либо какие-то дыхательные практики. И не было такого целостного метода. Шерон и Дэвид поехали в Индию, учились у Потапхи Джойса, это основатель аштанга-йоги. После того, как они прошли у него обучение, они также учились у Нирмалананда Свами и далее создали метод, который уникально подходит для человека, который живет в мегаполисе. Джива мукти состоит из пяти основных составляющих. Это надо-йога, йога-звука. На открытом классе Джива мукти мы поем мантры, у нас есть физгармоника, то есть преподаватель в начале практики начинает петь Ом и далее какая-то мантра. Также на классе звучат, допустим, композиции Битлз, либо любой плейлист, который учитель чувствует, что он подходит именно к данному классу. После шастра это священное писание. То есть у нас есть тема месяца, которые задаются нашими преподавателями. И вот только представьте, какая это мощь, все преподаватели по всему миру Джива мукти, они в одном месяце говорят об одном и том же. Допустим, тема месяца этого поиск наших основ. Они рассуждают на вот эту тему и мы также на классе все вместе рассуждаем на эту тему. И то есть какое-то зернышко действительно зарождается в каждом человеке. Бхакти, преданность, у нас есть алтарь, но это не значит, что мы поклоняемся богам. Мы создаем намерение на практику, то есть посвящая практику не только себе, но кому-то либо чему-то, делая из этого действительно такой духовный аспект. В каждой практике мы заканчиваем ее две-три минуты медитации, что позволяет больше сконцентрироваться и погрузиться в себя. Ахимса, последний пункт, ахимса переводится как ненасилие. В большинстве случаев все преподаватели они веганы, мы не употребляем животную пищу и пищу молочного происхождения. Но здесь также очень важный такой момент, что мы бережно относимся к себе. То есть мы больше чувствуем свое тело, уважаем свои ощущения и бережнее относимся друг к другу. У обычного жителя города, у него очень много забот, у него все внимание направлено вовне, ему нужно решить кучу дел. У него очень много звонков, семья, дети, работа. Нет внимания, нет времени на то, чтобы погрузиться в себя и действительно почувствовать, что я хочу в данный момент. Сознание настолько оно кидается в разные стороны, что мы не можем именно сконцентрироваться. А порой мы не можем повлиять на какую-то ситуацию, но придя на коврик для йоги, сделая практику. И ситуацию мы не изменим, но изменится наше отношение к ней. У нас будет более спокойный ум, спокойное дыхание и войдет какой-то некий творческий потенциал. И мы уже совершенно не с эмоциональной точки зрения подойдем к ситуации, а именно в реалистичной, спокойной, без иллюзий. Просто спокойно. И решаем вот эти вопросы. Поскольку мы чувствуем силу заземления, и у нас раскрываются крылья, раскрывается грудная клетка. Хорошо бы ложиться вовремя, не после двенадцати. Все-таки соблюдать некий режим дня и очень важно действительно высыпаться. Когда мы только просыпаемся, первое то, что мы слышим, это, конечно же, звонок будильника. И лучше поставить, ну допустим, какую-то приятную мелодию, либо мантру, которая мягко вас пробудет. Не резкий какой-то звонок, от которого вы хотите просто вскочить и уже, о боже, зачем этот день опять начался. Далее совершить некие очистительные ритуалы. Допустим, почистить зубы, принять душ. Бытовые какие-то моменты, которые действительно вас пробудят. Например, в практике йоги есть несколько шаткарм очистительных практик, которые доступны просто обычному человеку. Это джаланетти. Промывание чуть подсоленной водой носа. Просто мы, ну допустим, на литр воды кидаем одну чайную ложку и при помощи специального такого, как чайничка, промываем. У нас в носу содержатся нервные окончания и таким образом мы не только очищаем наши носовые пазухи, но также и стимулируем работу мозга. Также есть очищение языка специальным скребком, но можно просто ложкой. Это также входит в йогическую практику очищения. Очень хорошо, например, натощак выпить стакан воды теплой. Можно добавить лимон, можно чуть-чуть подогреть ее. То есть какие-то такие моменты, которые вас взбодрят и настроят на новый день. И допустим, когда вы чистите зубы, быть в моменте и ощущать, что вас вдохновляет вот в сегодняшнем дне. Не просто я сейчас пойду на работу, у меня там определенные дела, а вот может быть какая-то там встреча. То есть внести какое-то волшебство в ежедневную нашу рутину. Это действительно очень помогает. Можно также сделать дыхательные практики, которые очищают, разогревают наше тело и помогают стимулировать нашу мозговую деятельность. В йоге это все есть. Я покажу несколько асан, которые, поскольку после сна у нас тело немножко затекло, может быть мы больше закрывались. Здесь будут асаны на раскрытие грудной клетки, вытяжение позвоночника. И чтобы мы, допустим, в кошке-корове, мы вытягиваем полностью грудную клетку. И таким образом позвоночник у нас действительно просыпается. Когда мы совершаем дыхательные практики, то вместе с, например, сурья намаскар, это приветствие солнцу, мы пробуждаем наш организм и тело готово двигаться в новый день. И вообще наше тело это, можно сказать, что храм. И если мы за ним не ухаживаем, оно теряет свое волшебное свойство. Оно готово творить абсолютно любое волшебство. И первая асана кошка-корова. Сначала мы переходим на четвереньки. Здесь очень важно положение ладоней и колен. Средние пальцы обязательно направлены вперед, расстояние между пальчиками одинаковое. Обязательно прижимаем подушечку под указателем и большим. Макушкой тянете вперед и мы будем совершать движение позвоночником. Сначала прогиб, а потом скругляя спину. Одновременно вжимаем ладони, вжимаем их в пол. Толкаем пятки от себя, макушкой тянете вперед и со вдохом грудную клетку раскрываем вперед и вверх. Прогиб именно в грудном отделе. А с выдохом мягко от копчика, подворачивая полностью спину, лопатки толкаем вверх. Со вдохом вверх, выдох, круглая спина. Ладони и колени прижаты в пол. Вдох вверх, выдох, круглая спина. Локти строго под плечами. Вдох вверх, выдох, круглая спина. И еще один раз. Вдох вверх, выдох, скругляем спину. Со вдохом спина ровная. И это упражнение повторяем 5-10 раз. Переходим на колени. Большие пальчики ног вместе. Таз на пятках. И выпрямляем локти до конца. Тянемся пальчиками рук вперед. Поднимаем таз вверх, подворачиваем пальцы. И это индивидуальное, идеальное положение собаки вниз. С утра тело пока что еще спит, поэтому мы сделаем собаку вниз, но в динамике. Что здесь особенно важно? Ладони полностью прижимаем в пол. Когда мы смотрим на расстояние между пяток, их не должно быть видно. То есть мы пятки разворачиваем чуть-чуть наружу, прижимая стопы к ковру, но пятки пока что оторваны от них. Раскрываем полностью грудную клетку, раскрываем плечи и вытягиваем низ спины. И почувствуйте, как ладони и стопы касаются ковра, но сделайте это все в динамике, вытягивая левый бок, правый бок, заднюю поверхность бедер, вытягивая икроножные мышцы. Сначала прижмите ладони в пол, а потом больше прижмите пятки в пол. И здесь остаемся на 5-10 дыханий. Можно также подсогнуть колени и больше вытянуть низ спины. И все это с дыханием, с расслаблением. Мы встаем на четвереньки, чтобы таз был над коленями, и таз мы не смещаем. Левую руку уводим по центру, сохраняем длину корпуса, то есть здесь мы не опускаем плечо близко к колену. И правой рукой проныриваем влево, опуская плечо и голову, ладошку разворачиваем вверх потолок. Из этого положения обеими руками мы начинаем уводить плечи назад, больше раскрывая грудной отдел и вытягивая область лопаток. Отслеживаем, что мы не сокращаем левый и правый бока. Руки активны, таз остается над коленями, и левая ладонь помогает нам уводить плечо еще дальше назад. И при этом обратите внимание, что шея здесь не напряжена. Можно даже закрыть глаза. Здесь остаемся на 5-10 дыханий. После ладони перед собой смещаем таз к пяткам, опускаем лоб на коврик и делаем то же самое, но только в другую сторону, в правую. Лежа на спине, руки разводим в разные стороны. Поднимаем ноги вверх, правая нога поверх левой, опускаем левую стопу в пол, чуть приподнимаем таз и смещаем таз в правую сторону, мягко опуская колени влево. И чувствуем, что здесь не зажат левый бок. Если он зажат, то левое плечо вводим немножко вверх. Основная задача – это вытяжение области от поясницы вверх к лопаткам. И далее вытягивается мышца плеча. Изначально опускаем колени в пол, и после опускаем правое плечо. И взгляд мягко направляем вправо. Вытягиваемся за макушкой вверх, правое плечо больше вниз. Вдох, выдох, вдох, выдох. Два. И здесь именно не вытягиваем мышцами плечо, а именно с дыханием и с расслаблением, опуская руку полностью в пол. Четыре. Вдох, выдох, пять. После поднимаем ноги вверх, распускаем захваты. И то же самое делаем на другую сторону. По пять дыханий. И последнее упражнение. Мы также остаемся лежать на спине. Соединяем стопы вместе. Суптабадхаканасана, положение бабочки в лежа. Расслабляем все тело. И можно ладони опустить одну на область живота, другую на область сердца. Прикрываем глаза. И здесь наблюдаем за мягким, ровным дыханием. Не старайтесь убегать куда-то мыслями, что нам нужно сейчас делать, какие дела решать. А именно сконцентрируйтесь на вашем внутреннем ощущении. И при этом колени, бедра мягко опускаются вниз. Не используйте сеть силу мышц. Просто понаблюдайте за вашим внутренним состоянием. И очень важно также ощутить здесь открытость. Открытость ко всему новому. К новому дню. К новым каким-то ситуациям, которые дают нам духовный рост. Почувствуйте ваше открытое сердце и абсолютно свободное дыхание. Как энергия притекает беспрепятственно по всему телу. И здесь останьтесь настолько, сколько комфортно. Это положение можно также использовать как медитативное, направляя внимание на ваше дыхание. На каждый вдох, на каждый выдох, но абсолютно без форсирования. И когда вы ощущаете, что уже достаточно, просто соединяйте стопы и колени вместе. И через любой бок сначала разворачивайтесь. Дайте себе пару мгновений здесь. И после можно мягко подниматься. Соединяя ладони, чувствуя между ними тепло, свою целостность, гармонию и мир внутри себя. Хорошего дня. Если вы включите дыхательные практики, либо физическую активность, либо медитацию в свою ежедневную рутину, то это позволит вам совершенно с другим настроем начинать свой день. У вас спокойный ум и вы вот в этом спокойном состоянии можете действительно грамотно распределить ваши дела. Не сразу кидаться на все сразу, а вот именно очень потихоньку направлять вашу энергию на то, что нужно именно сейчас и то, что актуально. Чтобы ваш ум не был в напряжении. Мой учитель Шерон Гэннон, она говорит, когда у нее спросили, какой показатель того, что вы прогрессируете в практике, в практике йоги. Она ответила, что у вас начинает меняться голос. Соответственно, голос на практике, он не меняется, потому что, ну, вы-то молчите. Но благодаря практике у вас начинает меняться ваше состояние и ваш голос, он становится действительно спокойным, уравновешенным. И, быть может, вам покажется, что говорите не вы, поскольку вы являетесь неким проводником и уже не будет такой большой эмоциональности. Практикуйте йогу и почувствуйте сами, каково это. С вами была Юля. Субтитры создавал DimaTorzok